Глава района продолжает встречи с жителями. Один из последних сходов граждан прошел в станице Петровской. Роман Сенеговский обсудил проблемные вопросы с жителями улицы Тоннельной и прилегающих к ней кварталов. Станица Петровская большая, поэтому здесь будет проведено несколько сходов граждан в разных микрорайонах, жители которых смогут рассказать главе района, что их волнует, в каких вопросах нужна помощь районных властей. Хотел бы начать прямой диалог, вопросы, ответы. Расскажите, что беспокоит, что не так, на что обратить внимание. Во время общения петровчане рассказали главе района о том, что в Старом Ерике почти нет воды, что негативно сказывается на урожае овощей. Для станицы, где очень многие люди активно занимаются выращиванием перца, баклажанов и других овощных культур, у себя на приусадебных участках водоснабжение Ерика очень важно. Роман Сенеговский заверил, что будет продолжена расчистка Ерика, и специалисты разберутся, что необходимо для его нормального наполнения водой. Родители учеников школы номер 30 обеспокоены частыми поломками школьного автобуса. Глава района пояснил, что ежегодно планово происходит замена старых автобусов. На следующий учебный год в школе появится новый автобус. Поступали вопросы и касающиеся ремонта дорог. Глава Петровского сельского поселения Владимир Михаленко заверил собравшихся, что этот вопрос держится на постоянном контроле сельской администрации. В этом году был сделан большой объем работ. Теперь важно отремонтированные дороги сохранить. А это в первую очередь зависит от самих жителей. Мы ежегодно подсыпаем, грейдируем. Спасибо Роману Ивановичу, помог нам приобрести грейдер на сегодняшний день. И я думаю, проблем с грейдером на сегодняшний день нет. 200 километров дорог собственных – это очень-очень много, поймите правильно. И для того, чтобы они жили, чтобы они работали, мы должны их сохранять. Пожилые жительницы пожаловались на неудобный график движения маршрутки в центр станицы. Недостаточно рейсов. Роман Синеговский поручил специалистам изучить возможность изменить время движения по большому кругу и добавить рейс в выходные дни. Также по обращению жителей будет выполнена обрезка деревьев вдоль линии электропередач на улице Тоннельной. Весной, когда начнутся работы по благоустройству, запланировано поставить две детские площадки на этой улице, учитывая ее большую протяженность. Что касается площадки детской, на 100% с вами согласен. Так что, либо Владимир Ильич, либо район, либо вместе. Но мы вам площадку обещаем и вам ее сделаем. Все вопросы, которые были озвучены на сходе, глава района взял как поручение от петровчан, выполнение которых будет держаться на постоянном контроле. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События». Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».